Всем привет, с вами Егор Ярушин. На этом канале, как и вообще везде, в принципе, неплохо задокументированы мои сложные отношения с группой Слепнот. Какой-то величие, мне вообще они неинтересны, я не хочу с ними разговаривать. Дело в том, что я вообще не особо хорошо отношусь к группам, которые выступают в масках. Я не знаю, не спрашивайте меня, с чем именно это связано, но меня ужасно калит, когда люди вместо того, чтобы выступать со своим лицом, надевают какие-то маски, кроме Саши Шоколая, у него все отлично, Саша, не бей меня, пожалуйста. Да, не особо мне нравится вот этот концепт шок-рока, вызывающего поведение, масок, однако это достаточно простой и практически безотказный способ заинтересовать аудиторию на старте карьеры. В связи с этим у группы Слепнот очень много разных подражателей. В разных странах я про них знаю и сегодня я расскажу про них вам. Речь пойдет как про музыкальных продолжателей, так сказать, идей группы Слепнот, так и про группы, которые похожи на них исключительно внешне, благодаря своим костюмам и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что вот такой вот концепт роликов про чьих-то копирок, про чьи-то аналоги, так сказать, на разных рынках вас заинтересует. Возможно, в следующем ролике я поговорю про такие же, так сказать, клоны Брингов, поэтому давайте, не знаю, 3000 лайков поставим под этим роликом и тогда я буду знать, что тема вот таких вот роликов вам интересна. Также подписывайтесь на канал, если вы на него еще не подписаны. У меня появился также второй телеграм-канал, помимо моего крутого телеграма с галочкой, в которой я пишу теперь только музыкальные новости. Я завел себе канал вместо Твиттера, которым я больше не пользуюсь, потому что меня раздражает аудитория, которая там собирается. Этот канал называется Твиттер Ярушина, поэтому ссылка тоже будет где-то в описании, обязательно подписывайтесь. Мне пришлось послушать достаточно много разной музыки для подготовки, собственно, к этому ролику. Всю эту музыку я слушал на Spotify, однако для россиян продлить подписку может быть достаточно проблематично. Точнее, был до недавних пор, пока не появился Spotify-бот. Вы покупаете подписку прямо в телеграм-боте, можно купить ее для себя или для кого-то в подарок. VPN вам абсолютно никакой не нужен, если у вас есть профиль, можете продлить подписку для него. Или вы можете создать абсолютно новый профиль и начать слушать музыку на Spotify, такая возможность тоже есть. Также специально для моих подписчиков сейчас действует промокод Ярушин, который дает скидку на 15%. Spotify-бот очень часто приходит на этот канал для того, чтобы рекламировать свои услуги, и вы всегда этому рады. Никого эта реклама никогда не беспокоит, поэтому отдельное спасибо им. А вам спасибо за то, что вы проходите и пользуетесь сервисами, которые я рекомендую на этом канале. Только из-за вас, собственно, ролики так часто выходят. Пожалуй, первыми такими ребятами, которые напомнили мне группу Слепнот, была, естественно, чешская группа, так как вы знаете, последние 18 лет я жил в Чешской Республике. И я был крайне удивлен, когда однажды я просто шел, и тогда у нас плакаты на остановках висели, и я увидел группу Димитрий. Да, не Дмитрий, а именно Димитрий она называется. Я нигде в интернете не нашел, почему именно так. Ребята решили назвать свой проект, потому что имени такого чешского нет, а в честь русского имени вряд ли какая-нибудь чешская группа называла бы свой проект. Когда я начинал делать музыку в проекте Мари на моем, ребята уже играли на каких-то маленьких площадках, ну а сейчас они доросли буквально до группы, которая играет в O2 арене. Это самый большой концертный зал, который есть, собственно, в Чехии. И забегая вперед, я сразу скажу, что лейтмотивом через практически все группы, про которые я буду говорить сегодня, идет определенная линия такого агроговнарства. Меня сейчас послышалось или нет? Давайте я попытаюсь объяснить им, что именно я имею в виду. Наверняка вы знаете, как отличается фирмовое звучание, то есть модное, да, от такого звучания, которое вот такое вот. Это очень сложно описать, но это как бы амальгамация между текстами и между, собственно, звуком и между имиджем. Сложно представить себе модную крутую группу, которые будут в кожанках с немытыми длинными волосами, угревой сыпью, плохими зубами и так далее. Вот это второе я и называю, собственно, агроговнарством. Это музыка, которую или делают вот такие люди, или которую, собственно, они делают для вот таких вот людей. Или оба пункта тогда вообще соболезную. Группа Димитрий называет всех своих слушателей не иначе, как семья. То есть у исполнителя шамана все родные, а тут семья. Тексты все, разумеется, о том, как мы обязательно все вместе победим. Непонятно, правда, что, послушайте, в чего группа Димитрий воюет. Наверное, против хорошего музыкального вкуса. Недавно у ребят сменился вокалист, потому что их вокалист ушел делать свой сольный проект, который, вы не поверите, еще более говнарский. А они взяли какого-то вокалиста, значит, из Германии для того, чтобы делать материал на английском языке. Они даже подписались на Напалм Рекордс и очень-очень плохие цифры на этом лейбле показывают. Ну и взяли одного из чешских популярных, собственно, рок-вокалистов для того, чтобы он был их новым вокалистом на чешском пространстве. Я, если честно, не знаю ни одного примера, когда у группы было бы два вокалиста на два разных рынка. Вообще, с точки зрения музыки, группа Димитрий не особо сильно похожа на Слепнот. Да, безусловно, на начале своей карьеры они играли что-то очень сильно похожее. И вот эти вот нали, и вот эти вот вопли ровно такие под коре Тейлора. Сейчас же они играют что-то гораздо более беззубое, но, наверное, как будто бы более, типа, похожее на них самих. Хотя об этом можно полемизировать. Первая группа в масках, похожих на группу Слепнот, которую я увидел в России, была группа Биопсихоз. Они играют еще с девяностых. И при первом взгляде, конечно, человек сразу думает, ну, это понятно, это классический Слепнот. Но на самом деле, с точки зрения музыки, ребята похожи больше на что-то вроде Fear Factory. Ребята играют такой индастриал скорее. Можно даже сравнить их, в принципе, с Mushroom Head больше, чем, собственно, с группой Слепнот. Да и костюмы все больше похожи скорее на группу Гвар, чем на группу Слепнот. Тем не менее, я подумал, что хотя бы за выслугу лет стоит про них в этом ролике сказать. Новое же поколение российских любителей группы Слепнот представляет, например, группу Слепнот. Которые раньше назывались как-то очень скотобазно. Они были какие-то рок-н-ролл, квин или что-то такое. Под именно таким названием у них выходил фит с Аароном Мэтсом из группы 1056. До этого, собственно, из группы Betrayn the Martyrs. Да-да, это тот фит, в котором Аарон кричал, мой русский, с нами бог. Маски, ребят, безусловно, заставляют задуматься именно о группе Слепнот. Тут, я думаю, никто со мной спорить не будет. С точки же зрения музыки, это больше напоминает лично мне Deftones. Ну или скорее то, как Deftones уже проходит через призму современных исполнителей. Например, группа Loathe. Которая играет так называемый Deftones Core. Ну, в принципе, ребята из Splatter сейчас делают что-то очень похожее. До этого играли Metalcore. Я прерву себя буквально на одну секунду, чтобы сказать, что промокод вывезу 15, указывающий на то, что даже супер-ультразвуковые партии с первого альбома Марины я обязательно вывезу на этом концерте, будет действовать только до пятницы. Поэтому дуйте по ссылке в описании, покупайте билеты любой категории, подлучайте скидку в 15% и приходите 8 июня на наш концерт в клубе Urban. Что ж, вернемся к просмотру. Также не так давно я сходил на московский концерт группы MegaMozg, который делит с нами концертного директора Дима Сиднея, если смотришь, здорово. И, ну, группа MegaMozg, это был однозначно один из концертов, на которых я был в своей жизни. Помимо масок, ребята, даже в таких же комбинезонах, как у группы Slipnot, и у них даже надпись MegaMozg сделана абсолютно в стиле логотипа группы Slipnot. Материал, с точки зрения именно русскоязычных групп, в самой ближайшей группе Slipnot, которые я вообще когда-либо слышал, если честно, даже в наглую работают, ребята. Я бы, наверное, просто так не смог. Я бы, наверное, даже со всей своей любовью к группе Мороза, вот ровно один в один, как группе Мороза, сделать бы не смог. А ребята в Slipnot, вот прямо один в один. Но народу нравится, и более того, они уже и на фестивалях на каких-то заявлены, да и на концерте было людей немало, учитывая, как мало материала у ребят вышло, и как мало они вообще на сцене представлены. Так что у этого есть свой слушатель, хотя, безусловно, большинство людей, которые я видел на этом концерте, они именно из второй категории вот таких вот, собственно, ребят, которых я, собственно, описывал раньше. Ну и, конечно, я не могу не упомянуть в этом ролике группу Vended, которая является продолжателем дела Slipnot, в самом, что ни на есть, прямом смысле, так как это, натурально, дети членов группы Slipnot, а именно вокалиста, который Кури Тейлор, и клоуна, который я не помню, как зовут, Леша, напиши, пожалуйста, вот сюда. Мало того, что у их вокалиста, который, собственно, является сыном Кури Тейлора, очень похожий тембр и, судя по всему, похожая техника, видимо, батя учил. С точки зрения музыки тоже можно провести абсолютно явные параллели. Это один из тех случаев, когда, действительно, да, у нас есть Slipnot дома. Сейчас ребята находятся в каких-то европейских турах, я видел, они также анонсированы на фестивальный сезон, так что, видимо, имя Батьков действительно так или иначе помогает, хотя цифры на том же самом Спотифай у них весьма скромные, мне кажется, что они не могли бы поехать ни в такие туры, ну, я имею в виду, которые чего-либо стоили бы, если бы не, собственно, эти самые звездные имена отцов. Какие клоны Slipnot знаете вы? Пишите об этом обязательно в комментариях. Может быть, я сделаю вторую часть, если этот ролик будет вам интересен. А про какую еще группу вы хотели бы, чтобы я записал вот такой вот ролик? Групп огромное количество, подражателей у них еще более огромное количество. Так что мне крайне интересно, про что интересно вам. А с вами был Егор Ирушин, я желаю вам прекрасного дня вечера, когда бы вы это не смотрели. Увидимся с вами в следующем ролике на этом канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok